И он не только зрителям, а в основном лайфхак. Приветствую всех любителей влажного классического бритья на канале Опасная бритва Brooklyn Production. Меня зовут Павел и сегодня будет обзор бритье, все как мы любим и с опасной бритвой, но к ней чуть-чуть позже вернемся, а начнем мы с мыла. Вернее, сегодня у нас будет крем для бритья от компании ProRasa, вот такой вот тюбик у меня есть, вот он замечательный, почти уже треть использована. Но вот сегодня вот дошли руки к нему и наконец-то будем использовать крем, который очень-очень классный. Белый крем, как и белая вся серия для кожи, которая требует внимания. Поэтому сегодня у нас белый, потому что другого все равно у меня нет. К этому вернемся чуть позже. Значит, помазком сегодня выступит, ребята, помазок от компании Frank Shaving. Вот такой вот, как я называю, Frankenstein синтетика. Вначале при распаковке мне показалось, что это барсучок, но потом присмотревшись, все-таки меня уточнили в комментариях, что посмотри, Паша, вроде это синтетика. Действительно это синтетика, такая красиво сделана, современная синтетика, очень прекрасная. Красивая ручка, можно посмотреть поближе, если интересно. Вот такая вот акриловая, пластик, я не знаю, какой-то материал, как он сегодня на современном языке называется. Ну, вот такая вот штучка. Frank Shaving синтетика, не сильно линяет, но линяет, чуть-чуть, но линяет. Сейчас повыдергиваем. Нет, так наглую. Нет, пока она в наглую не вылиняет. Ну, вот такой вот красавец помазочек. Непонятные цвета, не скажу, что в какой-то цветовой гамме, непонятно вообще, но как будто Франкенштейн-наркоман. И вот такой вот помазок. Сегодня будем взбивать замечательный крем Трораса, вот в такой вот чашечке от компании Old Spice. Вот такая вот замечательная чашечка, имеет винтажную такую историю, скорее всего. Но чашечка действительно винтажная, действительно, ей уже лет, наверное, больше 50, наверное, точно. Ну, плюс-минус. Вот такая вот чашечка. Если кто смотрел одни из моих крайних видео, я использовал такую чашечку с мылом внутри и сказал, что пока не смылится, никуда-некуда деваться, скажем так, нужно, потому что высунуть это мыло нельзя, видите, а здесь мыла нету. То есть, как этого добился? Небольшой лайфхак, опять же таки, от моего канала. И он не только зрителям, а в основном лайфхак, 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 лайфхак тоже ничего. Это была как бы игра слов. Это для Ромы Пастухова. Рома Пастухов, тебе лайфхак, хак, ну на букву «х» это хорошее слово, в смысле ломаем стереотипы и находим решение. Значит, лайфхак, Ромчик, тебе очень просто всё, как избавиться, грубо говоря, от мыла, чтобы использовать другое мыло, использовать эту же красивую чашку для обзора, для картинки, для того, чтобы нравилось и для, как ты говоришь, для кайфового бритья. Очень просто, Рома, нужно купить другую чашечку. Я приобрел другую чашечку и теперь будем использовать её тоже. Набираю, в принципе, помозочек я так уже слегонца намочил. Достаточно, абсолютно достаточно. Набрался он водички, вполне достаточно. Значит, сегодня автошея вам будет использовать вот такой прораса, бальзам, вот так вот поближе. Вот такой вот. С одной стороны он мне нравится, с другой стороны мне не нравится, но сегодня будем его использовать. Я уже, честно говоря, забыл, как он должен действовать нормально и сегодня попробую, может, мне опять понравится. Это кипарисовый тивер, такая вот жидкость, которая успокаивает кожу после бритья. Ну, в общем, бальзам не спиртовая, но приятная, которая даёт кожу возможность восстановиться без резких каких-то движений. И тем самым, как бы, питает её влагой и она потихонечку восстанавливается. Но это я так, из своего воображения, пытаюсь объяснить состав бальзама. Что тут ещё из интересного на бумажечке? А ничего, тут какие-то и руки, туда-сюда. 3.4 флорос, это для Ромы Пастухова. Так, ну к этому чуть позже вернёмся. И наша бритвочка, наша бритвочка сегодня на обзоре будет вот такая вот швейцарская бритва, которую вы видели в тесте на рез волоса, которую вы видели после восстановления, после чистки. Это моя бритвочка, вы могли видеть ещё одну бритвочку швейцарскую, которую я восстанавливаю для Икаря из Нью-Джерзи. Но это другая, это моя бритва. Вот так вот поближе. Здесь написано «Свезерэнд», номер три. Номер три. У меня есть несколько, так называемых, лезвий для этой бритвы. Лезвие вынимается, в моей бритве имеется вот такая вот штучка, как часовая головка. Она откручивается, лезвие вынимается, вот таким вот образом чик вынимается и можно заменить на другое. Раздумывая над темой, нужно ли это всё или не нужно, я пришёл для себя к выводу, что всё это бизнес-маркетинг. Бизнес-маркетинг. Но есть у тебя одна бритва. Это не для понедельника, среда, пятницы. Это просто для того, чтобы если бритва уже что-то с ней случилось, с лезвием, можно легко поменять лезвие. Ручка из рога, ровненькая, красивая. Всё замечательно, я её затащил. Сегодня первый раз будем бриться. Дай Бог порадует. Пока откладываем её в сторону. Так, что-то в моей киностудии очень жарко, я считаю, что здесь уже очень жарко. У нас сегодня, несмотря на все прелести погоды на одном континенте, на нашем континенте 30 градусов жары в 5 часов вечера. Так что, ребята, у нас опять лето. Неплохо. Значит, давайте сначала взобьём кремик, посмотрим, что это такое. Я уже давно его не использовал, он уже аж присох тюбик. Опа, вот он уже вылазит. Красавец. Давайте вот столько вот. Раз сантиметр. Ну и ещё вот так вот пожирного. Три сантиметра. Кремика от компании ProRasa для чувствительной кожи. Замечательная вещь, всем рекомендую. Чашечка. Чуть-чуть есть водички, вам не видно, наверное, но всё-таки есть там чуть-чуть водички. Сейчас возьмём её поудобнее. Чашечка Old Spice из белого стекла. Ручка у этого помазка такая барберская. То есть руки вообще будут все чистые. Вообще принадлежность этой чаши к тому, чтобы просто держать мыло. Держать мыло, по мазкам набирать из неё, ну как бы мыло набирать по мазкам, а чаша просто для того, чтобы мыло хранить. В идеале есть такие же чаши, которые сверху, вот мне такая не попалась, может быть следующая попадётся. А с такой вот небольшой вот крышечкой, которая красного цвета, она обычно, она закрывает плотно и тем самым не даёт возможность воздуху попадать и как-то портить мыло. Ну вот, замечательно. По-моему, уже всё очень чудно. Синтетика как раз очень хорошего диаметра помазка, высокая, высокая ручка. Вообще, посмотрите, красота какая, да? То есть, сама взбилась, сама творит чудеса и получилась замечательно. То есть, вода как-то очень хорошо сыграла свою роль, в том плане, что её было немного. Сейчас мы её обратно. Да. И тем самым можно уже, ну в принципе, крем для бритья можно немножечко нанести на помазок и уже дальше работать на лице. В принципе, это достаточно абсолютно. Но мы же любим кайфовое бритьё. Тем самым мы должны сделать бороду Деда Мороза. И никак не меньше. Если чуть-чуть меньше, значит, мы во футиль идёт. И что это такое? Почему так? Почему нет бороды? Вот так вот. На самом деле, очень радует этому. Очень красивая. Посмотрите, такой шикарнейший франк шейвинг. Белая ручка. Скрылась вот эта вот ерунда с красным. Мне что-то к этой ручке, она мне кажется, совсем не подходит. Такой франкенштейн шизофреник. Шизофреник. Но, честно говоря, вот так вот ещё посмотрим. Красавец, да? Подальше возьму. Вот так вот, видите, ручка красная закрылась. Вот шикарно. Сделали вот эту часть переходную тоже с какого-то светлых тонов. Я считаю, что красный здесь совершенно не нужен. Так, оставим здесь чашу. Главное вытащить пальцы из неё. Ну что, ребята, сейчас мы ночим лицо, будем работать. И так уже время затянулось. Поехали. Приветствую всех чекануток и зубонуток на теме влажного гладительства. Отлично, отлично. Где моя цветастая полотенечка? Фух. Сейчас уберём водичку лишнюю. Лицо красное, прогрелось. Всё, как нам нравится. Вот так вот должно быть. Щетина такая недельная, бархатистая. Вот как надо. Прогрелось, очень здорово. Сейчас мы её быстренько чикнем. Надеюсь, бритва не подведёт. Первый раз её использую. После первой заточки. Так, ну что, давайте нанесём пену. Вот так вот, красавица. Слава богу, есть штубрит. И тем самым можно реально посмотреть и работу бритвы. И работу пены. И дай бог работу этого помазка. Ну, синтетика интересная, предсказуемая, качественная. Тут, конечно, барсуки, как мы помним, линяют. При том, осенью они как-то начинают линять чаще. Это, наверное, как-то связано с природой. Но в природе, как говорится, нет плохой погоды. Поэтому... Вот, замечательно. По-моему, всё очень здорово. Пена легла. Да, пена прорастся. Вот именно из крема или из мыла. Получается, ну, просто самого высокого уровня. И самое главное, это мыло очень доступное. И по цене, и по высшему классу прийти. Так, ну что, ребят, хватит уже чухать по одному лицу. Тут можно начухать у всех. По-прежнему невкусное. Ну, что делать? К этому ещё не пришли. Так. Бритвочка. Очень красивая бритва. Посмотрите, красавица полированная. Такая повыщилась. Очень хорошо лезвие. Есть одни мысли, если я вспомню к концу видео. А к концу бритья выскажусь по этой бритве и вообще по этим бритвам швейцарским с заменяющимися лезвиями. Есть какие-то мысли. Ну, сейчас посмотрим. Главное, чтобы не обосралась. А так всё будет очень хорошо. Так, ну что. Сейчас мы найдём висок. Не зря же я тренировался. Так. Нет. Ну, вот. Отлично. Отлично, радостно и весело. Как, в принципе, и предполагалось действовать опасной бритвой. Так. Ну что, сейчас вторую сторону. Да, тэшка так, конечно, не пройдётся весело-славно, но всё же опасная бритва есть опасная бритва. С ней приятно работать. Приятно идёт. Практически на коже не ощущается. А это значит, что достаточно хорошо заточилась. И самое главное, что очень... Такая металл интересный здесь. Вот на этой бритве металл мне показался лучше, чем на другой бритве, которую я затачивал. Что-то немножечко... Он уже чикнул себя, красавец. Молодец. Вот так вот. Чики-пики, всё. Порезал... Порезал щёку. Не даёт расслабляться. Отложим в сторону. Я нашёл нитик. Давно этого не было. Ну, что сделаешь? Вот с чего приводит техника безопасности. Разговоры при бритье. Так, ну что, это всё мелочи. Продолжим. Чикаться. Так, замечательно. Так. Как все знают, слово гав и опасная бритва, это понятие из разных созвездий. Поэтому опасная бритва, по большому счёту, нормально так делать всё, что можно сделать, если лезвие заточено, а у вас руки куда-то пошли не туда. Значит, бывают разные нюансы. Так, так, ну что. Так, хорошо. Так, а что тут у меня? Что там тоже? Ах, начал махать сапли, и тут получил по физиономии чуть-чуть ухо не отрезал с двух сторон. И одно и второе. Так бывает. Легко, задорно, весело, раз, так, как чики прошлась. В таких местах трудно сбриваемых с этой щетиной жёсткой. Так, хорошо. Так, ну отлично. Промоем бритвочку. Так. Ну и подносом уже надо аккуратнее, с учётом условий, которых уже, что надо внимательно смотреть. Так, хорошо. Называется, размахался павлик тэшкой, получил от опаски сразу по мартасам. Ну отлично, всё, первый проход завершён. Очень всё достойно. Бритва острая, очень радует. Хорошая сталь, приятная. Вот чувствуется сразу, что всё вот очень здорово. Вот берёшь в руки, моёшь вещь, потому что очень всё здорово. Так, небольшая невнимательность моя. Махание шашкой привела к каким-то, вот тут порез какой-то, блин, организовался. Сейчас мы это делаем, ещё раз обработаем его нитиками, и к нему больше возвращаться не будем. Неприятно, неприятно. Неприятно. Но не всё уже из неприятности. Так, где наш помазочек? Так. Второй проходик и завершающий сегодня. Пена очень классная, честно говоря. Хотелось бы немножечко, чтобы она была более прозрачная во втором проходе. Дабы видеть картину происходящего. Но, как говорится, пена очень классная. Второй зачищающий. Видите, как хорошо легла, прекрасная пена. В принципе, тут на пару сеансов бритья. Вот это 3 сантиметра, это было много, где-то нужно было меньше. Нужно было взять хотя бы 2. И то, вопрос. Ну вот, висок я уже себе выровнял. Только что, и не в ту сторону, красавец. О, теперь немножко выше. Придётся со второй стороны выровнять выше. Ну что ты сделаешь? Так, хорошо. Вытираем вам салфетку, конечно. Но, конечно, когда водой промываешь, она веселее. Чище получается пароль, блестящая, красивая. Так, отлично. Ну, висок так более-менее хорошо получился. Вот так вот, даже очень ровненько получился. Я не знаю, как вам видно, но для меня очень ровненько получился. Хотя чуть-чуть выше. Так, отлично. Вначале небольшая беганина от того, что вау. Классная бритва и чуть-чуть уши не остались на полу. Так, ну, так бывает, как говорится. Один против. И немножко поддавливаешь, чтобы почистить очень хорошо. Так, ну что, осталось усы, борода, детский сад. Так. Так. Шикарно все проблевается. Что-то сносит потихоньку. Так. И у нас остались усы. Хороший показатель, острый облик или нет, это когда брем усы. Что-то здесь покраснелось, что-то здесь зацепило. Сегодня у нас... Травматичный день пошел. Так. Немножко отложим. Немножко отложим. Где нашел у нити, красавец. Тут мне что-то не нравится и здесь мне что-то не нравится. Ну, в принципе, все. Секунда дела и уже, как говорится, все нравится. Да. Все нравится. Так. Ну что, бритвочка. Сейчас под носом поближе. Так. И сейчас где-то здесь что-то еще колет. По мелочи есть чем отогревать. Сейчас умою лицо. Умою лицо и продолжим. Так. Ну, здорово. Сейчас немножечко что-то одобреем, потому что я уже отсюда вижу, что отбора нужно одобрить. Ну, такие уже мелочи. Отлично. Острая бритва. Приятная вообще. Так. Что-то хорошо по усам прошлась. Называется, долго еще расти не будут. И это здорово. Ну, в смысле, на полтора часа прекратят свой рост. Так. Все. В принципе. Ну, все. Выбрелись нормально. Где-то что-то бритва посносила. Сейчас мы лунетиком все это дело обработаем. Для того, чтобы было все красиво на лице. И продолжим. Так. Ну, сейчас так быстренько. Так. Освежить лицо. Потом сейчас наш лунетик. Так. Есть. Есть в тех местах, где бритва уже так прошлась по-жирному. Там, где проявилась моя рука жопе. И, тем самым, надо пройтись. Паунет самое лучшее средство для дезинфекции всякого. Для остановки крови. Для сужения кровеносных сосудов. И, тем самым, дает возможность все это дело приостановить. При том, в ближайшие секунды. А не обливаясь кровью. Заканчивать сеанс бритья. Я думаю, что все в принципе отлично. Сейчас чуть-чуть подождем. Пускай поработает. Вот так вот. Хорошо. Ну, что. Из небритого ежика снова получился приличный гражданин. Гражданин своей страны. И вот. Очень хорошо. Гладко. Что-то, где-то, как-то, почему-то. Но, куда без этого деваться, как говорится. Ну, что. Смываем это долнить. Нечего так долго его держать на лице. В принципе, он кровь остановил. Покраснение. Сейчас мы еще немножечко восстановим этим бальзамом после бритья. А дальше посмотрим. Если бальзам сильно не впитается, надо будет его смыть. И, может, еще раз пройтись каким-то автошеевом. Может, спиртовым. Для того, чтобы все-таки лучше на коже было. Сейчас прохладим его водичкой. Ах! Отлично! Ух ты, черт! Ничего себе! Сбритая пена прицепилась ко мне. Так. Ну, что. Блиточку протерли. Не будем оставлять ее. Очень хорошо. Мне понравилось. Очень понравилось. Очень здорово. Чуть-чуть позже к ней вернемся. Сейчас возьмем наш бальзам после бритья. Прораса. Кипарис. Иветивер. Так. Так. Хватит, наверное, вот такую штучку возьму. Не знаю, как это мне в жизни поможет. Но вот тех местах, особенно, где зацепился, надо более тщательнее пройтись. Немножечко пожирнее. Ну, тут небольшая щеточка. Недобритая. Да бог с ней. Как говорится, что не заметили в начале, уже поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Так что, действительно, кожа такая мягкая становится. Мягкая, мягкая. Не люблю эти бальзамы тем, что не так быстро они впитываются в кожу. Но кожа реально после них становится очень приятная, мягенькая и дает возможность, она такая более увлажненная. И потихонечку верхний слой эпидермиса, все восстанавливается. Все приходит в божеский вид. Еще если побриться на вечер, как у меня сейчас на ночь. Поэтому все будет очень здорово. Давайте сейчас вкратце, быстренько пробежимся по нашим ингредиентам. Начнем с бритвочки. Ребята, классная бритва. Реально классная. Шикарно заточилась, шикарный вид. Хотел высказать мысли по поводу того, что я вам говорил. И мысли я вам выскажу. Очень странно. Почему-то на электронных аукционах эти бритвы практически в очень хорошем состоянии. В очень хорошем состоянии лезвия. Да, на них небольшая патина. Да, на них небольшая ржачина. Но в очень хорошем состоянии. И это меня наводило на мысль, что они какие-то не такие. Вот не такие. На самом деле вот такая шикарная бритва. Очень классно. И заточилась прекрасно. И бреет очень хорошо. Просто я что-то вначале размахался. И тем самым подумал, ах, уже тэшки меня расслабили. Можно махать. Ты сам махаешь туда-сюда и получается хрен ушки дважды. Один раз одно ухо, второй раз и другое ухо. Потом Павлик остановился, как говорится. Это касается бритвы. Так, наш крем Прорасса. Всем рекомендую. Шикарный. Бюджетный. Если его дозированно для себя использовать, на очень много хватит. Очень классный. Мне очень нравится. Помазок. Сейчас поможет наш красавец синтетику. Так. Помазок Франкенштейн от компании Франк Шейвинг. Достаточно хороший, красивый, синтетика. Все на любителя. Но помазок реально достойный. Рабочий. А вот цветастый. Вот это все. Единственное, что ручка хорошая, высокая. Мне очень нравится вот такой план ручки, что взбиваешь пену. Ну еще сколько ее осталось. И в принципе чистые руки. Это очень мало важно. Наша чаша Old Spice на высоте. Все вещи, которые по чашке я хотел вам рассказать, я вам уже рассказал. И наш еще проразик. Вот этот бальзам. Мою мысль вы услышали. Не так хорошо впитывается быстро вот сейчас. Но действительно кожа становится очень мягкой, хорошая. Может для очень чувствительной кожи, для кого-то это хороший выход. Может его можно использовать совместно с другими. Тем же проразом, но уже спиртовым. То есть смыть этот нанести тот. Но запахи и все остальное они разные. Там есть сандаловое дерево, еще что-то. И вот ментольный, еще всякие разные есть. Так что ребята, вот такое сегодня было бритье. Все по-моему было очень замечательно. Бритва классная. Буду ее использовать часто, пытаться. Потому что мне реально очень понравилось бритье с ней. Реально классная швейцарская бритва. Вот эта вот шикарная. Запомните, с головкой. Кстати, есть первое мнение о лезвии номер два от Игоря из Нью-Джорси. Он сегодня позвонил. Мне сказал, что второй лезвий ему очень понравилось. И я ему не сказал, на каких камнях оно заточено. Поэтому мы будем ждать результатов третьего лезвия. Но второй ему тоже очень понравилось. Это очень здорово. Так что ребята, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр.